Доброе утро, мои дорогие! Сегодня пятница, развратница. У кого-то последний крайний рабочий день, впереди выходные. Но сначала я вас всех хочу поздравить с большим церковным праздником. А по сонародии он называется «Яблочный спас». Кушайте яблоки, вы будете здоровы. Не даром молодильное яблоко, а не молодильная груша. Поэтому всем желаю здоровья, счастья, успехов, хорошего настроения, погоды, которая нужна в вашем регионе, чтобы у вас все сложилось хорошо. С праздником, мои дорогие! Ну что, вернемся к нашей овце. А тот сценарий, про который я говорила, он работает. Позавчера она сидела, ржала, была наглая, очень вызывающая. Всех отправляла в бан. Ну, это быковская психика так работает. И что мы видим вчера? Беда, горе, мочало, начинай с начала. С 1 сентября закрывают YouTube. Вы знаете, вы можете закидать меня тапками, гнилыми помидорами. Мне жалко YouTube. Не в том смысле, что я здесь что-то получаю. Очень много информации, которую можно получить в YouTube. Это жалко. Но, глядя на быкову, я очень хочу, чтобы его закрыли. Я очень хочу, чтобы быкова мордой проехала по асфальту. Чтобы Бог ее приземлил. Конечно, я ей желаю здоровья. Ее дети. И я очень хочу посмотреть, как она будет стоять на коленях и просить. Быкова, ну если тебе ты так нуждаешься, но ты же не просишь денег. Ты же говоришь, детей тебе есть чем кормить, а дети есть. И ты кричишь, что ты нуждаешься? Вообще, где логика? Я понимаю, в этой балде, в ее логики нет совсем. А вы слышали, как у нее без конца аськи приходили? У нее дрынкал компьютера без конца. Козлодоева писала ей сценарий. Дают плохо. Вдруг правда 1 числа закроет YouTube. Как же Козлодоева еще без денег останется? Он дрынкал у нее без конца. Это у нее аськи приходили на компьютер. И еще раз говорю, Быкова, нуждайся. Церковь есть, иди. Но я знаю, что в твоей деревне тебе никто не подаст. Тебе куска хлеба никто не даст. Вам помогали, когда вы приехали. Ты кричала, рассказывала, что у нас такие хорошие соседи. Кто картошки принес, кто морковки принес, кто соседка кур дала, тот и еще что-то. Это деревенские люди. Они такие. Ну ты же со своим ненаглянным Женей Б. Всем в душу насрала. С тобой даже разговаривать не хотят. Мы прекрасно помним ту сцену на почте, когда ты поздоровалась с женщиной. Она сказала, я не хочу с тобой здороваться. Это чем же ты так нагадила людям? Забор высокий построила, спряталась, отделилась от людей. Себя выше поставила. Конечно. Конечно. И вчера это стязание. И она не знает, как она будет жить. А больше всего ее YouTube. Посмотрите сегодня рыженькую, Тонюшку. Она вам покажет. Сравнит, какая бы кого была год назад. Полтора года назад. Какая она сейчас. Какая она наглая сидела. Да мне донаты домой перенесут. Пускай закрывают YouTube. Она там на таких понтах. Она там на таких понтах. Кому интересно, зайдите. Я сегодня посмотрела, я была в восторге. Когда ее спросили, а на что после летней кухни будете собирать? Да ни на что. Такая наглая. Вообще борзая по полной. Я не буду показывать творческую студию. Да сколько я зарабатывала. Да вы что из налоговой. А не надо налоговой ходить. Приблизительно мы знаем, сколько ты зарабатывала. Да. Заходишь в Social Blade и все спокойно. Там считаешь. И какая бы кого сейчас. Да, ей вчера аж 30-ку накидали. В общем, стольник она уже практически набрала. Но она будет ныть дальше. Она сказала, до 1 сентября каждый день будет выходить стрим. Каждый божий день. И будет ныть. Ей надо закрыть кредит. Ей срочно надо 700 тысяч, чтобы ее кредит был хотя бы 10 тысяч. Но не наглая баба. Ой, вот только из-за такой овцы хочется, чтобы закрыли Ютуб. И вы знаете, мне не жалко ее детей. Вот совсем не жалко. Правильно. Она там сама, сама себе противоречит. Когда ей писали, говорят, ну вы же себе их нарожали. Ну и отвечайте. Нет, Быков сказал, что она Путин родила. Да. Она теперь будет ждать этот миллион. Она теперь на него надеется. Если Ютуб закроет, что делать? Ну ты же в прошлом году кричала и рвала на себе тельняшку. Что ты не боишься, что закроет Ютуб. Что есть фриланс. Вперед. Так она о чем думает? Вот я заработала 70, 35 потеряла. Понимаете, она 70 тысяч заработала уже на своем хозяйстве. 35 она перекинула, купила поросят. Потом она еще что-то там купила. Корм какой-то. А теперь она говорит, я вот сейчас бы хотела купить еще бычков. Человека, у которого нет денег. Который боится, что останется совсем без зарплаты. Думает, как купить бычков. А если они у тебя через неделю сдохнут? Это не те вложения, в которые надо вкладывать. У тебя достаточно пока, чтобы держаться на плаву. Нет. И вчера вот это стязать. Ну как она улыбалась, когда ей приходили деньги? Вы понимаете, денежная наркоманка. У нее уже вчера началась ломка, потому что она понимает, что если закроют Ютуб, она вчера все объяснила, все рассказала для тупых, что если закроют Ютуб, такой платформе, где ей будут донатить, нету. Ну нету. Даже в Яндекс.Дзене, где она выходит, она не может чат видеть, и он все время переворачивает, и какие-то там проблемы всегда. но это быкова. Она не думает, что детям в школу надо идти. Нет, она позавчера брякнула, что я там тетрадки купила какие-то. Все. Думаете, она покажет? Поэтому можете считать меня злой дней, можете меня считать кем угодно, но вот именно вот этого человека. Господи, прости мою душу грешную, мне не жалко ничуть. Все, что в ее жизни происходит, она натворила сама. Бог дал нам возможность выбора, когда Адама с Евой отпускал из рая. Она, она выбирала, а теперь хочет эту ответственность приложить на кого-нибудь. И я уверена, вот на 100%, если ей перекроют кислород с деньгами, и она останется такая же, как она приехала в деревню, вся в кредитах, вся в долгах, и будет, как она говорит, выживать. А что выживать? Трое сейчас уедут. У тебя останется семь детей. Ты приехала, у тебя было шесть их. Ничего. У тебя есть Санек. Ну ничего, Санек пойдет на вахту или пойдет где-нибудь на заправке работать за 30 тысяч хотя бы. Утром убрался, пошел на работу. А как здесь живут в деревнях? Тем более он сейчас получит права. Ты дашь ему шаран, и он будет ездить на работу. Он найдет себе работу за 30. тысяч хотя бы. Хотя бы за 30 тысяч. Но он будет помогать тебе. Но ты же боишься, тогда его на ночь не хватит. Ну не будет серенок у мужичка. Хозяйство, работа, хозяйство, а ночью быкова. Но он не такой здоровый бык, чтобы еще ночью прыгать на свою бычиху. В общем, вчера был сценарий. Сегодня будем ждать продолжения. По идее, она вчера отревелась. Она нам скидала. Я тоже посмотрела в интернете. Я не нашла информацию, что закроют. Она есть какая-то информация еще от июля месяца. Пока я ничего не знаю. Кто ей там скидывал. Мы все прекрасно понимаем. Дождемся 1 сентября. Дождемся. Бог даст, доживем. И увидим. А сегодня она будет уже умыленная, потому что вчера денег накидали. Спокойная. Веселая. Сегодня будет смеяться, хохотать. Завтра она будет себя стязать. Будет наглая. Потом опять будет плакать. И вот это будет без конца. Потому что у нее так работает психика. Она больная. Ну на этом я прощаюсь. Простите меня за грубость. Кто-то считает меня злой. Ну пускай считает. Каждый имеет право на свое мнение. Я-то себя знаю. И близкие меня знают. А все остальное мне как-то все равно. Я знаю, что мои адекватные подписчики самые лучшие, самые умные. А те, кто чего-то пишут и злорадствуют, ну дай им Бог силой здоровья на это. Я отвечаю даже на злобные. Мне все равно. Немного лет. И я же ни на что мнения не оглядываюсь. Все, мои дорогие. Еще раз с праздником. Всем здоровья. Всем пока-пока. Я пошла собираться на работу. Завтра увидимся. Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok